мы сегодня забежали всюду и ангела она находится здесь у нас мануэль антонио такое маленькое простенькое меню и знаете здесь самое необходимое хотя несмотря на эту тут очень много всякого гамбургер там вкусный здесь соседнего там дальше но опять же может здесь тоже вкуснее не знаю я знаю что здесь касады депои стоит 3500 и декарна 3500 это 7 долларов короче цена вообще здесь есть вот вегетарианская еда касады это местная еда что там ланч пить что это больше передумали что-то гамбургер захотелось здесь лучшие гамбургеры говорят мануэль антонио макдональдс отдыхает поэтому мы здесь не смотрели кстати раздачи сама послужила что дают макарошки салатики типа оливье картошка морковка с майонезом свеколочка капустный салат что-то слюни потекли мы голодные и вообще капец овощи тушеные на пару куда же без жареного банана всякие подливки вкусный рис и приветливая как обычно продавцы иришку не видно видите за менюшкой выбираем в общем здесь у нас кафешка здесь специализируется на гамбургерах чуть захотелось гамбургеры сегодня здесь прям большой выбор ну а также и выбор всего остального и касада тут есть и всякие соки сейчас будем тестить быстренько где-то перекусить потому что хотим успеть на океан но видимо только перекусим и пойдем домой да как правило в сезон дождей после обеда всегда идет дождь и редко бывает выбраться попадем под дождик ничего страшного в общем сейчас дождемся гамбургер рассказываем сколько ждать и здесь остановка буквально перед нами поэтому сядем на автобусе поедем на океан можно перекусывать так забежал гамбургер слушала сколько стоит 3 600 3 600 7 долларов нормальный прайс для коста-рики вообще бюджетненько для мануэля антонио так подавно кушать здесь бургер или вообще какую-либо еду прям здесь можно увидеть ленивцев очень очень часто мы сами лично видели и видели как туристы фоткают и снимают видосики одно из любимых мест ленивцев вот эти деревья большая такова есть резать ножом как причастки нам дадут мне уже принесли гамбургер а иришки все еще нет поэтому жду и это конечно же такой минус костериканскому сервису немного что блюдо приносит не одновременно но как говорится главное чтобы было вкусно прям такой шумат сыра там ставят свои деньги подоспел фиш бургер я не смотрю что носила да вообще офигенно давай свое слово вкусное сервировка вице такая тарелочки кетчупом это красивенько украшен морковочка петрушечка очень гастрономически стильно короче вкусный быстрый перекус здесь мануэль антонио вот этот бургер хаус как говорится где-то минут 10 мы наверное ждали свой заказ и это реально вкусно ну по крайней мере это точно вкуснее макдональдса и мы наелись и прикольное местечко так что мы вам рекомендуем это место здесь мануэль антонио посетите если будете очень голодными и захотите быстро что-то перекусить иришка не наелась говорит иришка любит поесть и у нее такой гамбургер это так на один зубок хорошо у тебя хороший ириш этот метаболизм все быстро переваривается ну плюс мы много двигаемся и не толстая хрюшка могла бы быть похудей может мою морковку тоже доесть думаю тебе надо платить но живота смотри какой наелся ну так что за и куда пошли пешком до океана мы поели кайф решили солишке просто прогуляться прекрасными видами конфетки покушать что-то откроет здесь явно у нас сейчас праздник здесь коста реки будет 15 сентября день независимости коста-рики так выглядит школа для малышей и для деток до скольки лет все и 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 Вкусные конфеты? Супер игра Веревка нравится Давай, веревку Лучше носков Походу заходит Давай играть Давай играть в веревку Давай веревку играть Давай, Митьку тоже Вот так вот веревку Очень интересно Очень хорошая игра Суперская Митька, зубы береги У Чарли такие акулии А у тебя минус 3 зуба у тебя, Митька Пойдем, Митька, покормим Абуте нашей вялой папайей Которой мы не доели Чарли уже там бегает Чарли Мы его сегодня мыли Не знаю, наверное Раз в 500 Все, угощайтесь Приятного аппетита Костоликанский вайб Кто там? Кто это там? Кто там? Какая-то птица Не велится Все, Чарли потеряли Митька пришел на смену Мить, а где Чарли? Он побежал туда К тому дому вообще поскакал Вон бежит обратно Где Чарли? Чарли, иди сюда Чарли, иди сюда Чарли Сидите в Чарли, Митька Все же помнят наши птички Что мы взяли щенка из приюта И прошло буквально 3 недели И он еще совсем маленький То есть ему еще нет 3 месяцев И естественно он хочет играться Бегать Везде резвиться И конечно же он выбегает в джунгли Ну у нас здесь в саду Сейчас покажу Наш Митька Он приучен к тому Что он Вот с этой платформы Он никуда не выходит То есть он здесь вот гуляет Он может пойти Не знаю Вот здесь побегать До машины может дойти Здесь вот погулять Привет, Митюша Привет, Сладкий Ну в общем везде вот здесь вот он гуляет И сюда ему тоже нельзя ходить То есть Митька как бы признает Что он туда не ходит А маленький он не понимает И он спускается вот здесь По вот этим лестницам Он бежит И гоняет там всех Агуте Ну пофигу, что гоняет Агуте Окей, он развлекается Лезвится Но он потом такой грязный и чумазый И мы вообще даже не знаем Что с этим делать Потому что потом он забегает в дом И на белый плед На постельное белье В общем это же все, конечно же Нам очень не нравится Поэтому сейчас будем придумывать Какую-то ванночку ему Чтобы купать его После того, как он возвращается Из джунглей Ну и конечно же Если у вас есть какие-то предложения Что можно было бы придумать Как там поставить какую-то перегородку Из чего бы она могла быть Такие косталиканские будни Сегодня вообще классно Сегодня везде не было дождя Я вижу Я вижу Сюда принесли Сейчас может быть Ну да, он просто сразу будет Сюда запрыгивать и купаться Но все равно неохота Как ему сегодня Может просто не пускать его в дом В течение дня Пусть на улице живет И бегает здесь как бы и охраняется Это конечно же плохо Почему плохо? Ничего плохого Мы даже сами все время Здесь тусуемся Как бы у нас здесь гамачок Рабочая зона Там тоже рабочий стол То есть мы Тогда он не будет понимать Что вечером нужно ходить на улицу Он будет понимать Что дома можно срать вечером Нет, мы будем его выпускать вечером Он не выходит вечером на улицу Он не хочет ничего делать Ну а эту воду тоже, Зая Вот так вот наливать она зацветет Ты помнишь, как там течет? Ну не пошло заливать ее Как стирал Все не просто со щенком На самом деле мы с Иришей сегодня должны были идти в театр Уже прям запланировали Уже даже решили в чем пойдем И так получилось, что не пошли В общем Потому что в театр нужно идти Там, короче, вход бесплатный Но все равно нужно оставлять донейшн Вот И сейчас, видимо, не то время На самом деле очень много растрат других Поэтому не пошли в театр Тоже немного расстроились по этому поводу Уж очень нам хотелось Но вот Не получилось, как говорится Любите ли вы театры, напишите А вот и эта обезьяна А вот и эта обезьянка Да, скажи, я люблю бегать по джунглям Джунгли зовут Зов джунгли его, видимо, зовет Ну, конечно, почему нет-то Красота Ты, Зая, много не наливай, чтобы он стоял Именно, чтобы он весил До пузо Да До пузо У нас каждодневное Два, блядь Вытаскивание плещей Блядь, два На Чарли, короче, прыгают плещи Капец, как сильно Он в джунгли бегает Это жесть Тихо, тихо, сиди Митька требует внимания к себе Сегодня он грустный Потому что доброе утро Не ему первому сказали, а Чарли Он обиделся и лежал в углу Вот Только пришел Только пришел И то мама притащила Голову отворачивала У Чарли сегодня минус 4 клеща Капец, блин Это вообще нежданчик У Чарли надо дорогостоящую таблетку За 70 баксов Чарли Че делать Таблетку кто тебе купит За 70 долларов А мы сегодня на океан собираемся Стариканские будни Продолжаются Вот щенок моется Каждые 3 дня его купаем С шампунем А без шампуня он моется в день 100 раз Собачки чувствуют себя в порядке Спасибо всем, кто интересовался Спасибо вам за работу За внимание Видите, вы уже все нормальненько Перестали Митке давать антибиотики Поняли, что это было назначено Видимо неправильное лечение Так у него, скорее всего, была аллергия После супрастинчика ему стало лучше На следующий день он проснулся Ну, как-то после антибиотиков Он, в общем, начал блевать И мы прекратили давать ему антибиотик И сейчас все в порядке Митя Митюша Ты моя зайка Все в порядке Не знаю, мы пойдем делать повторный анализ Или не пойдем Наверное, стоит сходить будет через недельку Я вообще на нем слишком много шампуня Я еще плохо смыла шампунь Ну, давай еще польем Там вода просто такая грязная После его джунгля Она прям черная Серая Шампунь-то хорная Перегородку придумали вот так Чтобы Чарли не спускался в джунгли Ну, когда идет дождь Всегда коробку тут убираем Потому что у нас там Очень ценные вещи новогодние Тя-тя-тю Тю-тю-тю Подожди, сейчас Подожди Ой, мамочки Настя продолжает готовить Сегодня она будет делать суп Из... Не из того, с чего вы подумали А из чечевицы Для этого нам понадобится чечевица, две очищенные моркови, лук и один сладкий картофель ботат. Кто не пробовал еще картошку ботат и у кого есть возможность ее попробовать, то очень рекомендуем, потому что это замечательная замена для супов вместо обычной картошки. Добавляем ботат в сладкий картофель. Очень вкусно получается. И драники. Драники. Это вообще просто космос из сладкой картошки. Попробуйте, потому что пробовали пюре сладкого картофеля делать, потом просто отваривать. Вот как-то не очень зашло. А драники и именно в супах прям нравится. Мы прям для драников только теперь ботат покупаем. Так что, короче, вот эта... И она полна, и эта картошка, она полна микроэлементами, витаминами. То есть она прям имеет какие-то там витамины, да, как в отличие от обычной картошки, где в принципе ничего нет, кроме крахмала. То это обогащенное витаминами. Мы прям вообще очень счастливы, что открыли для себя здесь этот овощ в Коста-Рике. Поэтому если вы в Коста-Рике, либо в каких-то тропических странах, где есть этот картофель, то не раздумывайте, покупайте и наслаждайтесь. Реально крутая вещь. Да, готовьте. Мы первое время тоже его не покупали, так как привыкали тоже к новым продуктам и больше покупали что-то привычное нам, обычную картошку. Но постепенно перешли на местные продукты и привыкли к этим вкусам и даже открыли какие-то новые вкусы, которые великолепны. Митя, где петух? Чарли! 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 Ага! Эй, капец у него зубы острые, зай. Да! Митя, как я надвигалась с тобой! Тукан долго поет прям. Молодец такой. Делает этот вечерок. Смотрим сериальчик сейчас и кушаем мороженку за Романа Эс из Америки. Ммм. 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 Да, я знаю, где можно по имени Хэзер через Клэр. Она сказала, что... Хмм. Клэрка от Ромашки? Ммм. Клэрка. Очень вкусное мороженое. Потрясающе вкусное новое. Одно мороженое, два доллара. Очень вкусно. Смотрим сериал, кстати, называется ФБР. Шесть сезонов. Очень легкий. И вот как раз серии... Точнее, прилегли посмотреть пару серий. Так что, какие дела. Ну все. Пока.